Когда я был студентом Сретенской Духовной Академии, я также во время летних каникул ездил на Русский Север. Ездил совершать какое-то, на тот взгляд, непонятное для меня дело. И для меня, как для человека южного, первый раз встретился с белыми ночами, первый раз увидел что-то такое. Такая красота, неописуем, никакими словами не передать эту красоту. И как-то одним из вечеров, гуляя, я опять в очередной раз увидел эту белую ночь, туман был, красота, в общем, не передать словами, как в сказке. И я про себя в мыслях, никому об этом не сказав, просто подумал, как было бы хорошо когда-нибудь здесь послужить. Теперь я уже на протяжении четырех лет, чуть более, несу служение в Архангельской Холмогорской епархии. И случилась, сбылась моя мечта, моя неосознанная просьба, к которой я обратился к Господу Богу. Теперь я вдоволь наслаждаюсь и комарами, и белыми ночами, и морозами, и всем, чем можно, всем тем я и наслаждаюсь. Уже основа издана в том, что я не первый раз бываю на севере. Для меня русский север, это, с одной стороны, не что-то новое и необычное, да, это уже в каком-то степени что-то родное, близкое. И оказавшись на русском севере снова, ты вспоминаешь те ощущения, которые у тебя были раньше, да, и тебе вновь возрождается немножко другой человек. Немножко другой человек, северный человек, если можно так назвать, который не похож на того человека, который живет в столице, в городе, который крутится во всей суете, во множестве дел, здесь все-таки другой темп жизни, другая атмосфера. И этот человек, северный человек, который находится здесь, он все-таки больше может оказаться наедине с самим собой. Он может чаще увидеть возле себя Бога. И что, наверное, самое явное, русский северный человек, это тот человек, который может чаще быть христианином. А это обычно реализуется в любви к ближнему, поскольку здесь, в рамках проекта «Родная земля», когда приезжаешь сам, приезжают другие ребята, здесь очень много возможностей для того, чтобы помочь ближнему, для того, чтобы проявить к нему любовь, для того, чтобы как-то послужить другому человеку. Основной задачей поездки на русский север, это является служение ближнему. И в этом проявляется любое ближнему. А значит, по сути, исполнение второй по значимости заповеди Христа, да, в избе ближнего своего. В нашем случае это, в первую очередь, реализуется в богослужениях, да, в богослужениях не только в одном месте, но в разных деревнях, в разных поселениях, вокруг нашего храма и в целом возле Матингр. В некоторых поселениях, в которых мы с отцом Иоанном, нашим хором, совершили богослужения, совершается сама служба раз в год, да, и, собственно, допустим, вчера, сегодня, в другие дни, вот именно эта единственная служба, да, она произошла. Порой некоторые люди не имеют возможности, либо по каким-то другим причинам, не посещают богослужения в других местах и живут вот только в этом поселении. И вот именно для таких людей особо будет ценно богослужение, когда приезжает священник, когда приезжает хор из волонтеров, и вот совершается это богослужение. Достойно есть яково истину, Вложить дитя Богородицу, Пресно блаженную и пленепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую, херувимый, славнейшую, Без сравненьяю Серафим, Без истления Богослова Родшую, Сучую, Богородицу Тебя величавая, Почему важны такие поездки, как для людей, которые туда едут, так и для местных жителей, которые вот этих людей встречают? Для нас, для тех людей, которые мы встречаем, волонтеров, это хороший повод принять какой-то опыт, опыт любви, служения, дружбы. Приезжает группа волонтеров, молодых людей, начинает что-то делать, какое-то движение, деревня оживает. Мало того, что это просто молодежь, так это еще и православная молодежь. Это те люди, которые, несмотря на то, что они играют в футбол, поют, читают стихи, занимают разные должности в обществе, они еще являются православными людьми, то есть они несут служение Богу. И мы, местные люди, глядя на них, на их вдохновленность, на их таланты, которые также Господь наградил, мы также пытаемся им помочь. Тем самым мы приближаемся к Творцу, приближаемся к Богу. Мы приносим вам свое почтенье, дорогие, снова вместе мы. На дорогу взял благословенье, привезли привет вам из Москвы. Снова хор наш весь приехал к вам. Очень рады мы желанной встрече, вспомним разговоры по душам, песни и молитвы каждый вечер. Наш любимый Север, дорогой, дорогой, рады вновь увидеть твои горы. Стал для нас сородушкой родной, милый Север и его просторы. Матик, горы, Каму, гуры, Узбинега, Ламу, Носова, И Аннашкина, и Марилова еще. Наш любимый Север, дорогой, дорогой, рады вновь увидеть твои горы. Стал для нас сородушкой родной, милый Север и его просторы. Конечно же, мы стараемся помогать нашему отцу Иоанну, который круглый год, помимо вот этих вот нескольких недель, совершает богослужения, трудится ради людей. И вот хотя бы на эти несколько недель, хотя бы на этот маленький период, наши волонтеры пытаются облегчить его жизнь, помочь, подставить плечо. И немножечко почувствовать, каково это быть священником, не в городе, не в месте, где все обеспечено, есть инфраструктура, а вот где села, где порой нужно преодолеть множество испытаний и препятствий, для того, чтобы только добраться до храма, до места, до человека, которому ты можешь помочь. Все начинается задолго до встречи с человеком. И это, с одной стороны, помощь от волонтеров, но с другой стороны, это же и большая возможность, данная Богом для ребят, возможность быть полезным, возможность внести вклад в какое-то хорошее дело. Сколько у нас в деревнях нехватка священнослужителей, нам приходится ездить по разным деревням, охватывая несколько деревень, несколько приходов в любую погоду, зимой и летом, и в слякоть, и в морозы, и все. Мы постоянно находимся в разъездах, потому что на одного священника приходится по 4, 5, 6, а то и 7 храмов. И это каждый день куда-то нужно ездить. А расстояния, к сожалению, не совсем маленькие, они очень далекие. Плюс наш путь еще преграждает паром, переправа, куда мы должны приехать к определенному времени и уехать точно так же. Если мы уехали в одну деревню, практически целый день уезжаешь в 6 часов утра, возвращаешься в 5 вечера. Времени на других работах остается крайне мало. Волонтеры, приезжая к нам, они помогают в первую очередь, конечно, это просветительская деятельность. То есть это пение за богослужением, это чтение за богослужением, это проведение мастер-классов с детьми, это проведение бесед с местными жительными на разные темы. Но помимо этого они еще помогают физическим трудом. К примеру, покосить траву, поколоть дрова, убрать сорняки из картошки. Все то, что священник не успевает делать, волонтеры нам помогают. Помогает это все успевать. Поэтому всем спасибо тем людям, тем волонтерам, которые к нам ездят. Чтобы Господь их всех хранил и даровал только умножение их талантов. И они, в свою очередь, чтобы с нами ими делились. Мы очень признательны вам, что вы приехали к нам сюда. Очень благое дело, на самом деле, светлое и доброе. У нас не было таких праздников. И, наверное, не то, что давно, а никогда. Вообще, первый раз у нас. Первый раз, да. Спасибо вам. Первый раз такое. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Также, конечно же, это беседы. Беседы с местными жителями в этих разных поселениях. Это мастер-классы с детьми. Наши участники провели уже не одну беседу, не один мастер-класс, в которой как раз-таки могут поучаствовать взрослые, дети и получить какую-то пользу. Спасибо! В деревне, к сожалению, мы друг друга знаем. И если кто-то на протяжении всей своей жизни ни разу не ходил в храм или очень редко, и он начинает резко посещать храм, резко ходить на службы, принимать участие в каких-то таинствах, либо в каких-то церковных делах, то есть уборка, либо еще чего-нибудь, то, как правило, такой человек начинает, в первую очередь, бояться осуждения других людей, что вот, никогда такого не было, а тут ты уже начинаешь этого делать. И как раз вот приезд таких молодых людей – это такое показательное дело, что в храм можно ходить, в храм нужно ходить, не только людям преклонного возраста, но и молодым людям, но и тем, и детям. И когда мы видим в своих храмах, в северных храмах, мы видим молодых людей, детей малого возраста, мы видим родителей, что они приходят со своими детьми, это нас очень радует. Для нас это очень-очень радостно, потому что Господь дает нам возможность через них Ему послужить. В свою же очередь для тех людей, которые приезжают к нам, для волонтеров, это хорошая практика, полезная, то есть место, где они могут поделиться своими талантами. Знаете, это как костер, подготовленный костер. Вот все, дрова сложены, все-все-все, но нужна искра для того, чтобы этот костер загорелся. Вот наши волонтеры, которые к нам приезжают, это как раз вот та самая искра, которая разжигает всех нас. Я постоянно в жизни сталкиваюсь со следующей дилеммой. Мне хочется немножечко отдохнуть от ответственности, побыть рядовым человеком, то есть поехать в составе какой-то группы, потрудиться, принести тоже пользу, но именно вот рядовым человеком. Но очень часто я сталкиваюсь с тем, что может быть Господь, может быть мое личное стремление, и сама жизнь меня оставит в такие условия, что мне приходится брать на себя ответственность. То есть ты едешь изначально рядовым человеком, я вот собирался поехать в поездку, просто в составе среди людей, среди ребят, чтобы тоже потрудиться. А так повернулась в жизнь, что я поехал капитаном. Вот каждый человек хочет зачастую пребывать в зоне комфортной. Ну, то есть это проще всего. И если ты хочешь развиваться как крестьянин, как личность, как мужчина, как человек, то важно выходить из этой зоны комфорта. И именно какая-то организаторская деятельность, в данном случае именно капитана, это хорошая возможность выйти из этой зоны комфорта и снова постараться воплотить все эти качества, весь опыт, который есть в данной поездке, и получить новый. Понимаю, что порой важно не то, книжечку сделали на мастер-классе, либо закладочку, рассказали проповедь о спасении или толковали Евангелие. Порой важно именно вот это вот отношение, вот эта любовь христианская, вот это желание помочь, желание сделать жизнь другого человека лучше, как-то ему помочь. И вот когда происходит вот эта взаимосвязь людей, которые еще и являются христианами, то это очень здорово. Я считаю, что это в первую очередь главная цель, которая даст Бог, реализуется и будет реализовываться в нашем проекте «Родная земля». Потому что сами мы в жизни зачастую не делаем для себя почву, которая обеспечит добрые дела, ту почву, которая сделает нас христианами, ту почву, в которой мы будем вести себя как христиане. И благодаря вот таким поездкам Господь дарует каждому из нас, каждому волонтеру, ту возможность быть христианином, стать христианином и сделать что-то хорошее, делалюбивое. Родная земля! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова